МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненецкого автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса Собрания депутатов Ненецкого автономного округа местных советов и в этом выпуске. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа состоялось в очередное заседание Постоянной парламентской комиссии по социальной политике. На сессии Городского совета заслушан отчет председателя Совета Городского округа город Нарьинмар Юрия Суйского о деятельности Горсовета за 2020 год. Госдума приняла закон, предусматривающий возможность предоставления бесплатных земельных участков гражданам, проживающим на арктических территориях. Президент России Владимир Путин своим указом назначил выбору депутатов Государственной Думы 8-го созыва на 19 сентября. Таким образом, дан официальный старт большой парламентской кампании. Через три месяца стране предстоит избирать 450 федеральных депутатов, в том числе из Ненецкого автономного округа. «Единая Россия» стала первой партией, которая определилась с кандидатами на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу. Федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму возглавят министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, врач Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева. На съезде также были утверждены кандидаты от партии по избирательным округам. В результате тайного голосования делегатов съезда кандидатом по одномандатному избирательному округу номер 221 Ненецкий автономный округ стал действующий депутат Госдумы Сергей Коткин. Региональная группа партийного списка на выборах в Государственную Думу, в которую вошли Архангельская область и Ненецкий автономный округ, выглядит следующим образом. Александр Цибульский, губернатор Архангельской области, Екатерина Прокопьева, спикер Архангельского областного собрания депутатов, Михаил Кисляков, депутат Архангельского областного собрания, председатель СПК Заполярье из Ненецкого автономного округа, Иван Новиков, секретарь Архангельского регионального отделения партии, депутат областного собрания, Игорь Чесноков, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов. Напомним, Сергей Коткин и Михаил Кисляков стали в округе победителями партийного предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, которое прошло с 24 по 30 мая. Всего в России сейчас действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. При этом у 14 из них есть парламентская льгота – право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей. Если партия не имеет льготы, то для регистрации федерального списка на выборах она должна собрать не менее 200 тысяч подписей. А ее одномандатники в округах заручатся поддержкой 3% местных избирателей. Напомним, Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов. Половина избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Голосование начнется 17 сентября и завершится в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа состоялось заседание постоянной парламентской комиссии под председательством Анны Булатовой. Окружные депутаты предлагают снять ограничения о сроке предоставления ежемесячной выплаты за наем жилья медработникам. В настоящее время в округе специалистам в области здравоохранения предоставляется ежемесячная компенсация за наем жилья в первые пять лет работы в округе. Выплата семьи из двух человек составляет 10 тысяч рублей, семьи из трех и более человек компенсируют не более 15 тысяч рублей. Выплаты производятся при условии, что медработники не обеспечены жильем в Наринмаре и поселке Искателей. Чтобы специалисты не уезжали из округа по истечении пяти лет, окружные депутаты предлагают снять ограничения по срокам предоставления ежемесячной выплаты за наем жилья медработникам. По предварительным данным профильного департамента в этом году дополнительно потребуется из окружного бюджета порядка 8 миллионов рублей на выплату компенсации за наем жилья 105 семьям. Проект закона вынесут на рассмотрение заключительное в этом парламентском году сессии, которая состоится 1 июля. Также на комиссии по социальной политике обсудили реализацию госпрограммы «Старшее поколение». В окружном бюджете на все мероприятия программы предусмотрены значительные средства – более 735 миллионов рублей. Они направлены на укрепление здоровья людей старшего поколения ежемесячной и единовременные выплаты лицам высокого возраста на активное вовлечение в жизнь общества и укрепление семейных ценностей. В округе для пожилых людей предусмотрен целый ряд выплат и компенсаций, в том числе компенсация расходов на зубопротезирование. Единовременная выплата ко дню пожилого человека, ежемесячная выплата детям войны. Одно из востребованных мероприятий для старшего поколения – это работа университета пожилых людей. Хотя в год пандемии занятия проходили только в первом квартале. Все ждут с нетерпением возобновления курсов. Для людей старшего поколения проводится более двух десятков физкультурно-оздоровительных мероприятий в год. Среди них – межмуниципальный спортивный праздник «Чтоб тело и душа были молоды» в поселке Красном. И межмуниципальный фестиваль художественного творчества «Заветный край России» в поселке Хангурей. Если говорить о преемственности поколений, самым популярным мероприятием стали конкурс «Чистое подворье», выставка «Рукам работа, душе праздник» и фестиваль «Я люблю тебя, жизнь». В ходе обсуждения окружные парламентарии рекомендовали профильному ведомству рассмотреть возможность выделения помещения для работы общественных ветеранских организаций и клубов общения. Также депутаты предложили вернуться к рассмотрению вопроса об установлении периодичности предоставления оказываемой помощи на зубопротезирование для старшего поколения за счет окружного бюджета. Депутаты регионального парламента посетили Ненецкий краеведческий музей. В ходе визита они познакомились с работой музейного объединения и обсудили перспективы его развития. В рабочей встрече приняли участие спикер окружного собрания Александр Лутовинов, депутаты Александр Чурсанов, Андрей Смыченков, Николай Запалов, Наталья Лысакова, Татьяна Федорова, Анна Булатова и Николай Миловский. Парламентарии ознакомились с работой экспозиционных залов и фондом научной библиотеки краеведческого музея. Также депутаты посетили хранилище, где находятся художественные работы ткани и меха, а также побывали в реставрационных мастерских. Директор музейного объединения Ненецкого округа Елена Меншакова рассказала об основных направлениях развития музейного дела в регионе. Одна из важнейших задач, которая сейчас реализуется, это присоединение музейных комнат всего округа в единую сеть. До конца 2021 года планируется создать сеть из пяти музеев округа. Как отметил заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Роман Горбунов, цель объединения музейных учреждений – слияние кадрового потенциала. Исключение дублирования музейных функций и объединение материальной технической базы. В дальнейшем планируется создать региональную сеть музеев. Елена Меншакова подчеркнула, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в прошлом году были проведены все запланированные мероприятия. Количество посетителей составило 9 тысяч человек. В период пандемии – это неплохой показатель. Также хотелось бы отметить, что ежегодно в музеях Ненецкого округа публично выставляются порядка 8,5% экспонатов. Это большой процент среди показателей в российских музеях. В среднем в музеях страны экспонируется не более 2%. Председатель собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что подобного рода встречи помогают в решении многих задач и, в первую очередь, финансового обеспечения. Председатель постоянной комиссии собрания депутатов по вопросам образования, культуры и спорта Андрей Смыченков предложил руководителю музейного объединения Ненецкого округа выделить приоритетные направления, которые нуждаются в первоочередном финансировании. Также депутат отметил, что при рассмотрении проекта окружного бюджета необходимо уделить больше внимания финансированию культурной деятельности в округе. 22 июня в День памяти и скорби депутаты окружного собрания почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Тысячи свечей зажглись 22 июня в памяти героев Великой Отечественной войны по всей России. В этот день, 80 лет назад, в 4 часа утра, фашистская Германия напала на Советский Союз. Вспомнить тех, кто ушел на фронт, кто отдал свою жизнь за победу, пришли более 60 жителей Ненецкого округа. Участники зажгли лампадки и возложили цветы к обелиску победы. Сегодня очень сложно говорить, потому что эта война коснулась своим крылом практически каждую семью в нашей стране. Все для фронта, все для победы. Война была для всех. Для всех в том смысле, что только объединившись, народ смог и выстоять, и победить в этой Великой войне. Сегодня мы должны быть достойны памяти поколения победителей. Акция свеча памяти не просто знак всеобщей скорби, но и символ единения народов, которые пережили страшные военные годы. Акцию организует Всероссийское движение «Волонтеры Победы». В Ненецком автономном округе она проходит под эгидой регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Бесплатный гектар жителям арктических регионов. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий возможность предоставления бесплатных земельных участков по аналогии с дальневосточным гектаром. Гражданам, проживающим на арктических территориях, для индивидуального жилищного строительства или осуществления хозяйственной деятельности. Соответствующий региональный законопроект планируется принять на сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа уже 1 июля. В 2016 году в России был принят федеральный закон номер 119, дальневосточный гектар, положение которого впоследствии решили расширить на территории арктической зоны, куда входит Ненецкий автономный округ. У нас особенность региона такова, что 95% всей земли округа находятся в категории земель сельхозназначения. И практически 100%, 99% этих земель у нас предоставлены для ведения оленеводства, оленеводческим хозяйством нашим. Соответственно, эта территория уже изначально не может рассматриваться, потому что она находится в аренде. Согласно статье 7, 119 федерального закона, участки, предоставленные на каком-либо праве, не участвуют в этой программе. Ну и, соответственно, еще есть ряд ограничений, которые мы тоже закрыли. В ограничения входят территория традиционного пользования, зоны подтопления, затопления, объекты культурного наследия и территории общего пользования. Пограничные территории также пока остаются закрыты. Для минимизации конфликтов населенные пункты не рассматриваются, так как не все постройки в пределах сел, деревень и поселков поставлены на кадастровый учет. В настоящее время согласие выразили только жители деревни Куя. Рассматривались также варианты в окрестностях Нижней Пеши и Умы. Мы должны показать ту территорию, где можно брать гектар. И вот как раз об этом первый закон округа должен быть принят. Мы планируем принятие его на июльской сессии 1 июля. Второй закон тоже параллельно в соответствии с федеральным законом должен быть принят по вопросу предельных размеров цен на услуги по, скажем так, неживанию вот этих гектар. И вот мы запросили коммерческие предложения. Предварительно 46 тысяч у нас получается такая работа. Максимальная цена за вынос 8, не менее 8 точек. Ну, там получается гектар достаточно большая территория. Четыре точки может быть недостаточно. Законопроект округа об арктическом гектаре будет рассматриваться на сессии собрания депутатов 1 июля. Заявление на получение арктического гектара можно будет подать только после 1 августа в Управление имущественных и земельных отношений, когда закон вступит в силу. Добавлю, в течение года владелец арктического гектара может определиться с его назначением. Землю можно использовать в целях строительства индивидуального жилого дома. Осуществление любой хозяйственной деятельности, что, по мнению специалистов, будет способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, повышающий с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Законом также вводится дополнительное основание для отказа выдачи лицензии на оружие. Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия, ограниченного поражения и охотничьего оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, говорится в тексте закона. Это не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинское звание, либо специальные звания или классные чины юстиции. Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Положение приобретения с 18 лет холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами сохранится неизменным. Принятый Госдумой закон также вводит дополнительное основание для отказа выдачи лицензии на приобретение оружия. Сейчас в перечень таких оснований входит, например, непогашенная судимость за умышленное преступление или судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, либо передача управления своим автомобилем нетрезвому водителю. Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков. Вводится дополнительное основание для аннулирования лицензии и разрешения на оружие. Это отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и отказ предоставить оружие для осмотра. В рамках молодежной форумной кампании по всей России работают коуч-площадки разного направления. Ненецкий округ не остался в стороне. В селе Тельвиска проходит региональный молодежный форум «Тельвиска.Арт». С участниками форума встретились вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов и депутат собрания Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов. Площадка, где выбирается самая творческая молодежь округа для развития своих навыков в искусстве «Тельвиска.Арт». Ежегодный народный региональный форум собирает активную молодежь округа. Форум – это творческая площадка, где каждый участник может проявить свои таланты, как в хореографии, вокале и инструментальном жанре. В этом году форум уже будет отмечать 11-летие создателей этого проекта – Галина Александровна Дуркина и Елена Ивановна Виргунова. Что подразумевает форум и какие задачи он несет? Это обучение творческой молодежи в различных направлениях, вовлечение молодежи в деятельность, направленная на развитие региона. Организация «Досуга молодежи», основанная на приобретении новых навыков в народной культуре. История форума началась еще в 2012 году. И с тех пор каждое лето в социально-культурном центре «Престиж» в селе Тельвиска проходят творческие курсы для молодежи. За многолетнюю историю из арт-пространства выпустились ребята, которые продолжили учебу по различным направлениям в искусстве. А кто-то уже работает в местных домах культуры. У нас была задача, чтобы эти дети, которые принимают участие в форуме, они должны были прийти в культуру. Потому что в населенных пунктах культура немножко стала мелеть. Ну, грубо говоря, мелеть. Потому что в основном все были привозные специалисты, которые немножко недопонимали. Там, ну, жизнь сельская, там, уголь долбить, дрова носить, воду. И оставались, приезжали, выезжали. И я рада, что у нас 7 человек с форума в начале 10 лет получили образовательную сферу культуры и вернулись. Они работают в Арктике, работают у нас они в Тельвиске, работают в Великой Височине. Поэтому очень здорово, когда ребята возвращаются в свои надзорные пункты, обучаются уже хорошими туристами. На протяжении всего форума с ребятами занимаются не только местные профессионалы в сфере культуры, но и специалисты из других регионов России. Александр Кантеев, музыкант из Москвы, он уже в четвертый раз приезжает в Тельвиску и выступает в роли наставника. Здесь мы общаемся с детьми, обучаем их, развиваем и погружаем в традиционную культуру. Обучаем игре на музыкальных инструментах, гуслях, балайке, духовых инструментах. Проводим курсы актерского мастерства и разучиваем песни. Пласт работы огромный, интересный. И здесь мы стараемся максимально всех развить, вдохновить, для того, чтобы после нашего уезда здесь осталось чуть-чуть нашей теплоты, радости и чтобы здесь все развивалось на высшем уровне. В рамках форума 16 июня на арт-площадке прошла встреча с депутатами окружного собрания Александром Чурсановым и Максимом Арбузовым. Поговорили о развитии молодежки, молодежного движения. Они подсказали, чего им не хватает. Например, была озвучена информация о том, что на селах необходимы координаторы молодежной деятельности, активисты, местные ребята, которые могли взаимодействовать как с нами, с нашими окружными учреждениями, которые работают с молодежью. И выяснилось, что ребята, несмотря на то, что в СМИ, органы власти освещают информацию о грантах, не знают о том, куда обратиться, чтобы участвовать в грантовой поддержке. Также молодыми людьми на встрече были подняты вопросы бытового и инфраструктурного характера. В частности, состояние домов культуры в ряде населенных пунктов округа. Общение прошло на равных. Очень важно с точки зрения того, что ребята могут пообщаться. В этом году на форуме присутствуют ребята из Тельвиски, Харивера, города. В прошлые годы, я помню, что приезжали ребята даже из отдаленных сел, допустим, из села Несь, что тоже было очень приятно. Очень важно, чтобы на такие мероприятия в госпрограмме все-таки деньги мы закладывали, предусматривали. Действительно, очень важно поддерживать талантливую молодежь округа и готовить для региона будущих специалистов. Депутат Михаил Райан с рабочим визитом посетил поселок Красное и провел рабочую встречу с работниками местной амбулатории. На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития региона, пенсионного обеспечения граждан пожилого возраста и выборного законодательства в Ненинском автономном округе. Старшее поколение беспокоит небольшой ассортимент продуктов в магазинах и их высокая стоимость. В рамках депутатской деятельности Михаил Райан также встретился с ветеранами поселка Искателей. Он рассказал о работе фракции КПРФ, собрания депутатов округа и ее законодательных инициативах, о текущей социально-экономической ситуации в регионе, а также выслушал предложения ветеранов, связанные с развитием округа, которые депутат учтет в своей работе. В Наринмаре состоялась очередная 26-я сессия Совета городского округа город Наринмар 4-го созыва. Депутаты рассмотрели 14 вопросов повестки дня. На сессии был заслушан отчет председателя Совета городского округа город Наринмар Юрия Суйского о деятельности Гурсовета за 2020 год. Также депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования на 2021 год и плановый период. Внесены изменения в решение Гурсовета об административной комиссии и в порядок утверждения перечня должностных лиц органов местного самоуправления. Депутаты приняли обращение в органы государственной власти Ненецкого автономного округа по вопросу разработки и принятия объективных нормативов, предусмотренных пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении муниципального образования городской округ город Наринмар. Городской совет обратился также с законодательной инициативой в собрании депутатов Ненецкого автономного округа. По внесению изменений в окружной закон, аналогии на имущество организации. На сессии было принято решение о назначении дополнительных выборов депутатов Совета городского округа 4-го созыва. Выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября в одном из избирательных округов Наринмара. Депутаты также утвердили программу нормотворческой деятельности Совета на второе полугодие 2021 года. На сегодня это все. Следующий выпуск программы «Законодатели» смотрите через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok